По словам Андрея Конного, падение цен не будет значительным и коснется в основном скоропортящихся продуктов. Чтобы избавить от подобного товара, ритейлеры прибегнут к акциям для привлечения покупателей. Кроме того, новые уловы приведут к падению цен на рыбу. Эксперт добавил, что стоимость сельскохозяйственной продукции, скорее всего, повысится. Рост цен, по его словам, провоцирует политика Банка России по укреплению ключевой ставки и санкции, из-за которых падает курс рубля. Также сказывается ответная политика России, которая ограничивает доступ зарубежных поставщиков на отечественный рынок. Однако Елена Доронкина заявила, что падение цен на продукты в России затронет куда больший ассортимент товаров. По ее мнению, новые урожаи и поступления на склады продуктовых торговых сетей спровоцируют снижение цен на сахар, хлебобулочные изделия, масло, крупы и макароны, а также свинину и мясо птицы. Ранее эксперты предсказали россиянам рост цен на недвижимость, бытовую технику, автомобили и продукты питания в 2022 году. Основной причиной роста цен станет высокий общемировой уровень инфляции, который возник из-за пандемии коронавируса. Также цены могут вырасти из-за дефицита рабочей силы и проблем с логистикой.